всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня моё видео будет об адениуме а точнее о прививке я хочу показать свой результат и укоренение черенков тоже результат хочу показать вам подзабыла я что-то про адениумы давно не снимали видео про них и вот решила снять начнем с прививки эту прививку я делала 1 июля у меня есть видео на канале если кому-то интересно можете зайти и посмотреть и вот мой результат посмотрите я делала всего одну прививку я делала прививку этого же растения если помните он у меня рос таким одним хвостом и я все ждала думаю вот как отсветет я его обязательно обрежу и вот обрезала и для того чтобы у него такая крона знаете более пушистая было до более ветвистая я ему сделаю еще одну вот сюда прививочку вот видите листики все хорошо здесь вот еще одна почечка проснулась и он у меня уже с прививкой даже и отцвел даже на нем был цветочек адениум довольно таки легко вообще прививается растение допустим если брать другие до растения они более сложно от и не он прям легко главное делать стяжку знаете потуже вот этот стык как бы притянуть и все и теплое место обязательно для прививок теплое светлое место и все и у меня часто комментариях спрашивают когда лучше обрезать адениум и прививать адениум и вот по поводу обрезки я могу сказать что я их обрезаю в любое время года вот если я вижу что у него вытягиваются сильно ветки я обязательно обрежу то есть как бы а прививать ну прививать конечно лучше летом весна когда тепло то есть для прививочки и вообще как бы растение уже знаете такое просыпается весной летом как бы она растет и вот эти прививки они конечно же лучше всего приживают весенний летний период а по поводу черенков скажу еще у меня тоже на канале есть видео кому интересно можете зайти посмотреть но для черенки я честно скажу они у меня укоренились не все то есть какие-то черенки у меня и погибли может быть я и сама упустила потому что растений много я не могу уделить всем внимание прямо знаете прям вообще особенно вот эти черенками да где-то вот они же в маленьких стоят где-то пересохли сильно где-то может я чуть переуложнила ну то есть я из личного опыта могу сказать что вот черенки в перлите конечно удобнее укоренять нежели в почве потому что почва она все равно же дольше у нас просыхает ну в общем перлите вот этот у меня до сих пор в перлите товарищ сидит вот этот земле но тут грунт для адене он также делал их игру тут много перлита тоже там но я их отсюда не буду пересаживать я их не буду пересаживать я хочу просто чтобы они хорошо нарастили себе корни вот когда раздует горшок куплються корешочки мне куда будет расти тогда я поменяю почву но вот этого друга конечно он же у меня в перлите сидит то есть не его конечно придется в скором времени перевалить перевалить его также земля для кактусов например с перлитом до такой более рыхлый субстрат сделать и все и достаточно вот эти череночки я им скажу им уже довольно таки я их укореняла где-то начале ноября вот эти черенки у меня еще ноябрьские вот эти которые позднее были я укореняла к сожалению у меня они не укоренились но я в принципе не сильно расстроилась потому что во первых куда-то ставить же нужно до растения нет некуда ставить в общем они не укоренились а вот эти вот растут это два разных сорта это у меня мадам ботерфляй вот это по моему сорт я уже по листьям просто смотрю да мадам ботерфляй а это обычный вот этот адениум такой как бы не махровые цветочки у него но он тоже красивый у него у материнского растения от которого я его обрезала у него очень красивая форма это мой первый адениум он у меня уже такой товарищ то возрасте уже попку нарастил красивую и цветет принципе тоже хорошо и также какое время года для черенков вот знаете можно в принципе то и в зиму укоренять но самое главное же для адениума это тепло как раз где-то возле батареи допустим да они прекрасно укореняются тепло до светло просто укоренять я думаю в любое время года можно дым потому что вот это вот у меня начале ноября видите какие красавцы стоят и я вот чувствую что там уже корешочки разрастаются и потом еще есть такие знаете вот пишут могут ли нарастить красивые формы такие черенков да могут потому что у адениума очень красиво разрастается корневая система вот если ее нарастить красивую такую большую и потом приподнять его вот пожалуйста очень красивый будет экземпляр то есть у него вот этот стволик он будет утолщаться только вот знаете единственное я вам могу сказать вот не выращивайте хвостом адениума их нужно обрезать чем вы чаще будете обрезать тем толще будет у него вот это основание а если он будет вытягиваться соответственно тоже уже сил уже надо вытянуться конечно будет тратить силу и он будет такой худой и тонкий и длинный так что да можно нарастить красивая форма но конечно это нужно набраться терпения потому что это наверно чтобы хорошие формы нарастить это минимум пять лет и вообще что я вам рассказываю сейчас я вам покажу своего экземпляра который вот именно выращен из черенка и ему уже более пяти лет ну вот лафа закончилась на улице прохладно уже переехали домой и вот сейчас я вам покажу ну вот мой экземпляр вы его конечно же знаете кто следит за моим видео вот такой вот я ему не раз уже и корешочки ему поднимала и чистила их и в общем там у меня в горшке горшок довольно такие крупные сейчас покажу и там вот представляете сколько корней он у меня весит уже более пяти килограмм а грунт у него очень рыхлый у меня на канале очень много видео есть по этому адениум кому интересно можете посмотреть у меня на нем сделано еще прививки но вот в этом году он свел на нее так на нем цела прививочка мадам бутерфляй и вот его еще цветочек держится и там смотрю у него опять еще бутоны заложил то есть вот такой вот красавец мой ну как вы видели что можно вырастить хороший экземпляр главное чтобы было желание и фантазия наверно потому что там с корнями же можно играть где-то переплести где-то закрутить что-то он же потом их разрастается не таки больше становится утолщается и вот эти вот потом всякие завитушки да они очень красиво смотрят так что все в наших руках ну я конечно буду снимать видео потому что сейчас уже я уже сказала что на улице уже похолодало довольно таки хорошо похолодало у нас ночью так вообще холодно и сейчас буду составлять уже адениум на полку уже капитально их на зимовку и конечно же вам покажу видео как я их поставила куда поставила какими лампами буду досвечивать их зиму в общем все вам буду показывать и еще я забыла сказать совсем это пропалиф вот черенков вот самое главное тоже их там вот полива нужно быть аккуратно вот из пульверизатора совсем чуть-чуть вот не надо даже вот совсем чуть-чуть потому что ж корней же нет и очень легко можно загубить вот сам череночек то есть он может просто залить и вообще адениум это уникальное растение которое которое можно обрезать прививать я не знаю формировать корни ему красивые да причем наращивать ему вот именно красивый каунбекс и то есть вот если даже обрезали да посадили новое растение растет просто вообще чудо природы так что не бойтесь творите увидимся в следующем видео